Здравствуйте, дорогая семья Света! Продолжаем наше познание своего физического тела, которое связано с другими телами. Поэтому как физическое тело влияет на тонкую природу, так и тонкие тела влияют на физическое тело. Статья называется «Это важно! Никогда не допускайте застоя лимфы». Откуда взята эта информация? Из лекции Ольги Бутаковой. Двигаться кровь по артериям заставляет мышечный сосудистый орган сердца. Движение крови по артериям и венам обеспечивается сердечно-клапанным строением, далее строением сосудистой и артериальной системы. Лимфатическое русло не имеет подобного привода. Движение лимфы медленное и обеспечивается посредством мышц. Главная мышца для привода в движение лимфы – диафрагма. Это своего рода сердце лимфосистемы. При физических нагрузках и глубоком дыхании, животом, амплитуда движения диафрагмы увеличивается, и циркуляция лимфы усиливается, то есть ее застой устраняется. При ожирении и отсутствии определенных физических нагрузок происходит застой лимфы в любых лимфоузлах. При этом в межклеточных пространствах скапливаются продукты жизнедеятельности клеток, фрагменты разбавшихся липидов, белков, шлаки и т.д., которые даже постепенно прорастают волокнами соединительной ткани. Медики называют этот процесс фиброзом. И клетки начинают попросту гнить. Возникают вяло текущие онкологические заболевания. Гипертония, аллергия и т.д. Раздел. Очистка лимфы происходит через слюну. Слюные железы относятся к лимфосистеме, имеют выход в полость рта и вместе со слюной выносят отходы и загрязнения из своей системы в пищеварительный тракт для дальнейшего их выведения из организма. При стрессах обычно пересыхает во рту. Слюна не выделяется. Происходит застой в лимфосистеме. И человеку дают выпить воды. А вот этого делать нежелательно. Лучше простимулировать выведение слюны сосательными движениями губ, чтобы дать выход слюне во рту и делать глотательные движения. А еще для усиления выделения слюны можно использовать жевательную резинку. Через полчаса после еды класть под язык соль на кончик ножа. Следует отказаться от вредной привычки сразу после еды пить напитки на третье и есть фрукты на десерт. Не храните в холодильнике вчерашнюю пищу, так как она особенно разогретая, богата токсинами, появившимися от размножения гнилостных бактерий и после употребления заполняет балластом все межклеточное пространство и лимфосистему в организме. Лимфатическая система – это система, которую даже врачи плохо знают. Они ее никогда серьезно не изучали. Лимфатическая система работает в одном направлении. Вся лимфа оттекает снизу вверх. Отеки на ногах, руках, глазах, на пояснице, суставах – все это лимфа. В организм попадает бактерия, вирус или грибок. Что делает лимфа? Вблизи попадания расположен крупный лимфатический узел, например, половые пути. Лимфоузлы блокируют прохождение инфекции дальше. Если бы по организму прошла гонорея и попала в головной мозг, то люди умирали бы сразу. Из лимфоузлов выходит лимфа. И они патрулируют всю слизистую уретру влагалище. Если они там что-то находят, то съедают и относят снова в лимфоузлы. В лимфоузлах это все лизируется, активизируется и выбрасывается. Первым путем выброса лимфы лимфы в организме является влагалище и уретра. Все, что связано с белями у женщин, выделениями у мужчин, говорит о том, что в организме кто-то живет. А лимфа этого кто-то съедает ценой своей собственной жизни и удаляет из организма. Второй путь эвакуации находится в кишечнике, в котором расположены десятки тысяч мелких лимфатических узлов. Через пот и подмышечные впадины выходит до 50% ядов. Сейчас люди пользуются дезодорантами, от которых человек не потеет 24 часа. Не потеют подмышками, зато потеют ладошки. Еще делают косметические операции, когда перерезают лимфатические протоки. Лоб не должен потеть. Если подмышки забиты, то потечет вся поверхность тела. Это говорит о второй степени поражения и загрязнения лимфы. Лицо должно быть относительно сухое, а из-под мышек должно течь, потому что там находится мощнейший потовой коллектор. На лице потовых желез не очень много. Аденоиды – это лимфатические узлы. Все, кто дышит через рот, имеют аденоиды – увеличенные лимфатические узлы носа. Слюнные железы. Мощнейший дезинтоксиционный орган через слюну отходит до пол-литра токсической мокроты. Если у ребенка течет слюна на подушку, то это говорит о серьезных проблемах лимфатической системы. Если человек или ребенок во сне потеют, то это может говорить о том, что у него острицы, лямбри или еще что-то. Дети не должны потеть даже при температуре окружающей среды 30 градусов. У них плохо развита потовая система. Если у маленького ребенка ночью мокрая голова, значит он болен. У ребенка все должно уходить через почки и кишечник. Гортань. Хронический ларингит или фарингит. Это лимфоузлы, глотки и гортани. При данном диагнозе у человека хроническая инфекция хронического грибка или хронического стриптокока. Они являются кандидатами в хроническое поражение лимфосистемы. Миндалины. Это самый мощный плацдарм для различных бактерий. Стриптококк идет всегда через миндалины. Это ангины. Ревматизм. Тафилококк не пойдет через миндалины. Он идет через нос. Гайморит. Это поражение лимфатической системы. А не дыхательной. В носу ничего нет. Там только норки для воздуха и мембраны толщиной 1 микрон. Все остальное там гной. Откуда берется гной? Из живота, из лимфы, из крови, из межклеточных пространств, а выходит через нос. У стафилокока такой путь. Грибок через нос никогда не пойдет. Грибок выделяется через ближайшие органы. Если это ножной, то он там и будет выделяться. Треснет кожа. Никогда лимфатическая система не потащит грибок в нос, потому что она его не дотащит. Она перебьет все лимфатические коллекторы. Лимфатическая система откроет кожу и выбросит лимфатическую жидкость прямо между пальцев. Лимфатические узлы костей никогда не пропустят грибок. Если грибком поражено все тело, то начинаются грибковые бронхиты. Подключаются глубокие лимфатические узлы бронхов, и у человека может начаться бронхиальная астма. Речь идет не о психосоматике, когда болезнью человек привлекает к себе внимание. Воспаление суставов это поражение лимфатической системы. Все считают, что отеки на ногах сердечные или почечные. Отеки могут быть только лимфатические. Сердце истощено и не может перекачать кровь. Но в ногах задерживается не кровь, а лимфа. Слоновость это поражение лимфы, когда закупорены паховые лимфоузлы, и жидкость не поднимается. Отечность рук это закупорка подмышечных лимфоузлов. Отечность глаз это закупорка под челюстных и лицевых лимфоузлов. Это косвенно говорит о закупорке почек. Если почки выделяют меньше жидкости, чем нужно, то ее больше в организме. Итак, для функционирования лимфосистемы мало просто выпить пилюлю. Для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, как минимум нужно делать дыхательную гимнастику, дышать животом, делать хотя бы минимальную зарядку, стараться больше гулять. Это позволяет частично ликвидировать застой лимфы. А еще принятие вам скипидарных и обливания, либо контрастный душ, плюс парилка. Вот, друзья, наша лимфатическая система. Такая статья. Я надеюсь, она очень много вам даст. И маленькое предложение. Чтобы помочь своей лимфосистеме, когда-то в поезде меня очень интересная и приятная женщина научила сосать масло. Так вот, когда вы сосете масло, булькайте его во рту, обычное масло растительное, булькайте во рту, то у вас через 15 минут прогоняется со всего организма тяжелые элементы, которые через слюну, которые привлекаются в эту массу, потом вы увидите, когда будете сплевывать, она такая белая, вы как взбили это все, и в какой-то момент она превращается как вода, вот ощущение воды. И вот в это время идет выброс из слюны всех вот этих вот тяжелых токсинов. После этого вашей лимфосистеме становится намного легче. Заметьте, ни таблеток, ни аптеки, просто масло булькаем во рту. Пожалуйста, пробуйте применять и будьте здоровы! Така! Удача! Ого! Продолжение следует...